добрый день сегодня 27 так вот мой дом вот это вот 29 23 этот я не помню 21 это наша помойка и и передвинули она раньше вот там стояла так чая здесь остановился возле помойки этой вышел вынести мусор смотрю уже забор стоит так что этот новый вот этот долгострой будут застраивать теперь в этом году там уже слышно где-то стучат маски тот вот дом уже практически вот так вот уже практически закрыли то есть никак закрыли покрыли этим внешне эти облицовку сделали а тут только начинается потом елки такие вот на посаде сейчас я только увидел нарисовали здравствуйте а это тоже организация да вот такие строители а тут кто будет жить это мы там сказали что там будут пенсионеры заселять а паспорт где вот побед примерно когда закончить так это быстро ну да если за год сделать нормально спасибо что приехали откуда вы сами ваши а я знаю ваши эти какого земляки приехали аэропорт строить аэропорт таджикистан вот там я подходил с ними здоровался разговаривал они говорят таджикистана надо деньги зарабатывали и в мире жизнь а где же ведь здесь квартира я тоже в городе жил я только вот третий год туда приехал а так в городе жил у меня тут квартира своя еще 2005 купил и уехал в город там работал сейчас на пенсии сюда приехал а никто не сдает квартиру я не знаю ну там много вот у нас я вот в этом же живу а много у нас вроде как посмотрел моих поселили и так просто которые ездят летают туда куда-нибудь но это вахтовики смотрю они у нас там тормозят вар давать если его вот так вот строят а что говорят до конца года сделают этот дом это же классно так напоминаю сегодня понедельник 27 марта посмотрел температура 4 градуса ну минус 4 для нас это вообще ташкент вот этот новый дом собачку пошли погулять люди погуляют вышли это же класса я короче дома просидел вести то сейчас уже сейчас уже это часа 34 а то может даже и 5 я вышел в этом магазин хлебов подкупите прошлый раз ходил я в магазин купил себе курицу нашу дубчинскую там около килограмма получается сто двадцать пять сто двадцать шесть тушка дубчинская курица я взял себе три тушки да три тушки это у нас софия тринадцатый дом там полет или пилот пилот тут у нас почта но она почему-то не работает или работа не работает здесь понедельник ладненько все пошло я в магазин покупать хлеб себе хлеб стоит 70 рублей ну с копейками это хлеб магаданский заводской ладненько все пока очень взял хлеб себе пряников к чаю пачку сигарет по поводу по поводу коммуналки помните я вам говорил что пришло письмо короче я там разобрался и говорю следующие щита уже будут приходить без всяких там вот он пилот светит 4 градуса я посмотрел ночью было 23 вот представьте вот как у нас температура прыгает туда-сюда вот она гостиница golden palace или как там там называется пилот люди вот там мини-маркет еще и аптека в этом как вот туда вот на лестнице забираешь там еще магазинчик есть там и пообедать можно покушать ну короче это саловка ну хорошая довольно таки нормальная с той стороны у нас сбербанк а вертолет летает садится прилетел откуда-то березки вот с этой стороны у нас сбербанк давайте сходим в этот в сторону аэропорта разомнусь правда все трястись будет но уж простите такая наша судьба терпеть а я ведь я делал блин ботинки ну полу полу сапожки армейский у меня взятёк военный был в командировку его отослали еще при Себнякове когда он все эти бомбил все эти части вот короче его отправили в одну командировку вот оттуда он мне привез эти ботинки полу сапожки я вот они хорошие уже сколько лет носу даже не помню это нам туда вертолет там где-то садится летает вороны каркаются машины и здесь ну так почетный круг сделаем как всегда аэропорт и там по тропинке вот она трассы и там по тропинке будем возвращаться в поселок блин тут скользко лёд везде ну тает ну сейчас видно что весна пришла к нам ночью конечно холодно за 20 по крайней мере сегодня смотрел там поглядывал мне выскакивало 23 градуса сегодня ночью было я вот у меня такая сейчас скажу по поводу по поводу моего режима моего режима жизни короче еще с ранних лет вот как после армии пришел с армии устроился на работу и по работе у меня я вот художником работал у меня был ненормированный день всю жизнь блин и у меня получалось так что я у меня больше работа больше работа получалась ночью вон там всякие когда выпадала работа такая там плакаты все эти вот мир труд май блин солидарность с трудящимися да здравствует КПСС и так далее вот транспаранты на всякие эти праздники рисовал я ну там у себя так что так что и это приходилось в основном приходилось все в основном делать ночью когда никто не мешает никто над тобой не стоит ну в клубе например у меня своя это мастерская была вот я что там рисовал непосредственный начальник у меня был этот председатель сельсовета в таких ситуациях он мне это постоянно курировал мою работу по этому поводу ну а так то я клубный художник был ну там всякие эти сцены оформлять афиши делать вот это вот работа вот эта работа была моя и вот этот я привык с раннего возраста с молодости по ночам бодрствовать это нам и тогда а это в аэропорт нам сюда и короче это я привык так работать и и потом всю жизнь у меня вот такая была по ночам бодрствовать может я по натуре сова так что блин никак не могу вот даже сейчас настроиться себе это ну правда я даже я сплю мало три часа в сутки запросто высыпаюсь вот например вчера например вчера ой решил я сутки ну как поменять режим с ночного на дневной и это получилось так что я бодрствовал бодрствовал вчера днем до семи до семи вечера еле как выдержал и блин заснул считай в двенадцать я проснулся даже не в двенадцать а одиннадцать с чем-то ночи проснулся сегодня и короче вот до сих пор я еще не спал и все ни в какую ты это себя не заставишь я вот пробовал лечь и это поспать нифига ничего не получилось ну надеюсь сегодня дотяну я хотя бы блин до девяти до десяти но опять же блин проснусь блин где-то в три в четыре часа утра и все по новой вот поэтому из-за этого у меня не получается а когда ты не высыпаешься блин и у тебя есть сил меньше сон уже для чего дан человеку чтоб накопить сил как это батарейка заряжается я смотрю на детей которые за столом за тарелкой засыпает ну есть же видео да и так сам я в жизни смотрел видео наблюдал это за столом ребенок засыпает его просто валит ну конечно это умиление но но так что с режимом у меня плохо вот если бы я где-нибудь работал чтобы блин мне да и в том в том в таком случае тоже блин я все равно бы мало спала но таблетки не хочу у меня и так этих таблеток до хрена ну я имею ввиду эти понижающее давление так далее так ну хорошо здесь пока на солнце эти на солнце снег тропинка еще он мягкий снег проваливается немножко это не скользко а вот как только сейчас солнце с это снизится температура упадет и все каток кстати местами уже можно катать на велике но блин вот там я когда выходил с поселка там идешь блин особенно за домами в тени он уже подмерзает все вот еще дня два-три при такой температуре я выйду выйду на велике так надо постираться вело одежда у меня постиранная все там по мелочи шапочки там всякие перчатки все забываю про них постирать закинуть и простирнуть вот наверное сегодня этим займусь два дня себе сделаю уделю этому внимание вот там белье кое-какое надо постирать под накопилось по поводу камеры все так же вот владимир п последние сотку закинул было двадцать три девятьсот пятьдесят что ли или семьдесят или пятьдесят так что больших изменений нету но все таки растет и это хорошо снега еще навалом здесь он долго будет таять но если такими темпами с каждым днем градус два повышение будет то я думаю мы поплывем вот смотрите сколько снега вон еще один вертолет летит где-то вон прям на нас летит а на самом деле он на тринадцатый перец первый выезд выезд из аэропорта а вот там заезд по ходу у этого как у самолета ничего не чистили что мы к нему не проберемся мы пойдем дальше мы пойдем дальше так и не увидел где вот самолет весь сзади на двенадцатый это это блин так же забыл мавиа раньше был мавиа кто работал раньше в аэропорту тот знает что стоит так ладно я тут установлюсь пока вот последний кадр сделаю восемнадцать минут нифига себе прошелся все останавливаю в общем сейчас я вам покажу где будет стоять аэропорт вот короче вот она вот она столовка старая там ресторан был помните еще старая вон там вот дальше по этому краю старый аэровокзал а аэропорт будет вон видите где кран стоит вот вот в этом месте будет это новый аэровокзал сейчас попробую вон на те кучки залезть оттуда поснимать ладно пойду перейду улицу и залезу там вот вот там вот 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 видите кран Опа! Сейчас залезем на неё. Чуть не упал. Ой. В общем, вон уже котлован вырыли. Разровняли. Вот тут будет стоять новый аэровокзал. Это вот эта линия, вот там вот по этой линии дальше старый аэровокзал. Ну, пока ещё ничего не видно. Отсюда, по крайней мере. Там вот всё расчищают. Короче, вот это вот, наверное, всё будет... Всё вот это вот будет аэровокзалом. Красота. Вон. Старый этот. Столовка, ресторан. Эх, я, кстати, там в ресторане я один раз был, и то в детстве с мамой там, со знакомыми заходили. Вот тут уже площадку такую для автомобиля сделали, расчистили. Ладненько, всё, пошёл я. Пока всем. Вот, короче, остановился я возле этой кучи. Это вот у нас дорога идёт... Вот это, от аэропорта, вот этой тропинки. Смотрите, как они почистили. Любимая дача. Вот тут нормально, вот тут хорошо почистили. Ну, вот с этой стороны, вот, тропиночка осталась, протоптанная людьми. Сюда они даже не заезжали. Поэтому остановился, а я его поснимать тут. Пошли. Ну, людей тут много ходит, конечно. Это вот после последнего снегопада. Не чистили. Ну, я думаю, тут около метра до этого. А нет, наверное... Ну, сейчас вот по бочке посадим. Пол метра точно. Вот бочка мусорная. Сантиметров сорок точно. Ну, вот она туда идёт. Это аэропорт. Самолёты один за одним летают. У каждого�. Хорошаяается идет. Хорошая куз fisher III Что существует по весу, Аaste и смоевая, Огроекое и белое. Он ходит overseas по универсию. КОНОО ПО РАНООСил ну красота же 4 градуса напоминаю теплый думал когда сюда заворачивал думал дорога будет ужасной ну я имею ввиду скользко и так далее кажется нет смотрите кто-то тут пробирался следы какие-то кто-то мелкий задача может кошка какая тут уже собачки собачки сейчас еще одно будет одно отвертление тропинки на аэропорт вот она это самая короткая дорога самая короткая тропинка я иногда по ней езжу но это вокруг но нам туда короче я вам о смотрите на мотоциклах уже ездят сегодня я тоже на велике прокатился без проблем на футбайке вот мне на этот на мой контринник надо новую резину такую шипованную я бы сейчас еще катал уже катал бы вот так как ее у меня нету все таки дорого одна минимум шесть тысяч а то и все десять так что я пока пока позволить это не могу старость не радость так выходим на трассу это на палатку в сторону палатки а это в магазин переходим на трассу и тут у нас снова выходим на тропинку извещение какое-то прилетело вот я говорил на мотоцикле кто-то проехался ну на футбайке тут не проблема кататься как пойдем вот она тропинка туда вот от претвления идет вот еще одна вижу туда пойдем по ней сократим путь хотя есть еще короче вот так вот вот до угла того дома и вдоль дома и там еще а можно и тут пройтись это немножко увеличивает расстояние но нам то что вот смотрите вот тут собачники гуляют по этой тропинке это к домам ведет тропинка это тоже к домам ведет тропинка а тут все гуляют вон один дядька прошел вот там вот еще один идет вон на этом аэропорт ну все пошли мы по этой вот так короткие остановочки делаешь немножко отдыхаешь вертолеты самолеты летают туда-сюда вон понедельник день тяжелый все работает вот еще одна собачная тропинка кто-то провалился вон бабушка голубей кормит он там голубей крылатые крысы как говорят некоторые почему крысы у нас не кормят вот так вот голубей 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 2 дети гуляют а вот две дети пошли 17 этом вон там другие это 19 Двадцать-ый, двадцать-седьмой. Вот. Так вот. Блин, уже тут скользко. Не подсыпанные дорожки. Да, мне, кстати, надо сделать второй компьютер. Ну, как сделать-то мне? Подпаять один провод, ну или два. Все будет окей. Он рабочий. Windows 10. Правда, слабомощный. Но рабочий. О, собачники гуляют. Так что, надо сделать, его подремонтировать, запустить и фотошоп поставить. Парад собак. Парад собак. Миро заигрывает с кавалером. А ты сильно маленький. Все равно он, это, смелый. Да нет, он куснет, он мальчик. Ну, я смотрю, он хвостом не виляет, и наш не виляет. Это будет сейчас драка. Смотри, смотри, загрызет он тебя. Пошли, хватит рычать, сойдем. Рычит. Ну, правильно, надо поставить на место. Нюра, привет. Нюрочка, Нюрочка. Нюрочка такая. Ладно, пойдем дальше. У них свои разговоры, у собачников. В общем, вот такая прогулка у меня получилась. Пошел за хлебом. Ну, тогда мусор выкинул. Начал с мусорки. Видео заканчивалось. Подхожу уже к своему дому. Это вот бывший магазин у нас. Какой-то регион. 24-й. Сейчас посмотрим. А, 24-й. 29-й квартал. Я уже не забыл, блин. Вот она. Торговый центр. Ну, все, он уже не работает. Рачик, какая красота. Он вышел из дома и тут. Закупился. Он еще и такой вот, более-менее дешевый. Да и можно было с продавщицей договориться там, когда денег нету, в долг взять. Ну, сейчас ее нету. А в других я долг не беру. В долг. Только, когда деньги появляются, заеду. В общем, они нас приучили так. Ну, там, может, кто-то и под запись берет. Но я так не делаю. Потому что там все равно придется отдавать. А так, берешь чужие и отдаешь свои. Знаете, пословица. Поэтому я в кредит не хочу покупать. Google Pro я и так вот сейчас вроде выплатил эти кредит на этом, на Тинькове. Я брал там 70, что ли. Ну, короче, месяца два назад закончился мой выплатив. И все равно гады мне присылают. Положите 600 рублей. Я вот первый месяц отказываю уже. Знаешь, что у меня уже там закрытый кредит. Но они по инерции мне присылают за тебе, блин. Так что, фиг им. Пускай остальное через суд добивается. А по суду я знаю, что я выиграю. Потому что я его выплатил весь полностью. Еще, блин, сверху. Поэтому я больше не хочу брать никакие кредиты. Я вообще поеду в город. Там, если будет возможность, зайду в МПС или как, ФМС. Забыл, как он называется. И выяснил, чтобы с меня больше никто не требовал. Потому что там юристы есть. С юристами надо переговорить. Ой, чуть не упал. Ладно, все. Все. Всем пока. Шлите донаты. Буду очень признателен. Всех я вас отмечаю, кто прислал. Так что это. Если что. Вот, кстати. Вот этот дом уже. С него я начал. Там мусорка и этот дом. Так что его начали уже строить. Уже вон эти. Пленкой закрыли. Окна. Значит, в некоторых отдельных домах, комнатах, квартирах начали уже делать. Короче, говорят. До конца года сделают. В декабре сдадут. Красота. У нас прям тут под носом. Вот эти еще потом гаражи поубирать. Чтобы они не мешали. И площадь разровнять. Красота будет. А гаражи. Нафиг они тут только вид портят. И все эти дома, блин. Обшить. Утеплить. Вот наш дом. Все облагородить. Картинка будет. Конфетка. Олимпи. Все, пока. До свидания. Шлите и ваши денежки. На камерах будем снимать по новой. Все, пока. Суферка. Иenga.